в эфире мы продолжаем наш проект золотой человек меня зовут елена бакурская и сегодня у нас на связи город щита антон здравствуйте здравствуйте елена в 2022 году вы стали обладателем звания преподаватель года я вас от всей души с этим поздравляю но очевидно что за этим стоит огромная работа и предварительный труд давайте вспомним с чего начиналась ваша педагогическая деятельность где вы учились действительно в прошлом году я удостоен был такого звания и в первую очередь хочу сказать что это заслуга не только одного человека это заслуга целой команды которая мне помогала ну а моя педагогическая карьера наверное началась еще с института я закончил забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет и затем потом пошел работать в школу в школе я работал учителем информатики и физики затем увлекся робототехникой и я помню еще те времена когда на целую школу был всего лишь один робот и мы вот так вот целым классом садились его программировали ну а сейчас уже создаются целые детские центры по всей россии и вот благодаря созданию на базе чеченской детской железной дороги вот такого центра детского технопарка кванториум я и оказался в структуре лао ржд некоторое время я преподавал в кванториуме затем руководил и да попал вот на этот конкурс где показывал урок как раз и робототехника интегрированная в железные дороги и жюри высоко видимо оценила не только урок там было много испытаний но вот наверное вот такой вот путь если кратко в 2019 году вы пришли на детскую железную дорогу но я видела что в 2010 году вы первый кто привезли в звайкалье робота и это был действительно прорыв такой некий сейчас эта технология она же у вас применяется расскажите о ней да действительно вот впервые первого робота вот именно я привез в край это действительно так сейчас у нас в детском технопарке да есть направление робототехника именно преподавателем робототехники я был в нашем технопарке кванториум у нас представлены там различные наборы и сейчас мы можем заниматься не только образовательной робототехникой что это значит это изучать алгоритмы и простейшие механизмы также мы участвуем в проектной деятельности мы с помощью уже более сложных конструкторов создаем собственные проекты но примером является мы в прошлом году участвовали в акселераторе rgd на рижском вокзале в городе москва вот наш ровер робот такой ровер помощник занял третье место на всероссийском конкурсе по идее он должен обслуживать вокзал и помогать пассажирам перемещать ручную кладь и показывать направление куда идти на вокзале конкурс которым вы участвовали педагогического мастерства учрежденные о ржд он стартовал впервые в 2021 году вы принимали участие в 2022 это был ваш первый опыт участия в этом конкурсе да между прочим не только даже в этом конкурсе но и вообще наверное в педагогических конкурсах я участвовал впервые но даже на этапе подготовки и участия я для себя отметил очень много таких моментов лайфхаков я после этого мы недавно собирали такую стратегическую сессию у нас на полигоне забайкальской железной дороги мы с двумя детскими дорогами собирались и я им уже рассказывал и выступал перед ними вот свои лайфхаки так скажем рассказывал те моменты на которые стоит обратить внимание участнику чтобы достойно выступить и представить забайкальскую железную дорогу вот это был такой большой интересный творческий но понятное дело что и рабочий труд для вас участие в этом конкурсе давайте вспомним торжественный момент огромный зал вы видели проекты ваших коллег много работы интересной что-то вы взяли для себя для кого-то были полезным вы когда началась церемония награждения и ваше имя объявлены победителем какие у вас были эмоции в этот момент если честно говоря я очень волновался до объявления моей фамилии вообще я ехал поучаствовать ну точнее я рассчитывал на победу но когда мы начали проходить этапы конкурса я понял что конкуренция есть она достаточно серьезная и когда объявили мою фамилию ну конечно же это была радость и когда я сел уже на место я первое что сделал я написал конечно же своей жене благодаря ее поддержки вообще в конкурсе можно сказать победил у вас там было две награды премиальная награда и грант на реализацию проекта который вы представляли а можете сейчас рассказать на каком этапе развития проекта идея у нас была изначально такая цифровизация образовательной среды детских железных дорог мы понимаем нашей командой что дети меняются они в цифровом пространстве чувствуют себя комфортно и соответственно чтобы они там проводили время с пользой мы хотим ну какую-то нишу занять этого цифрового пространства и предлагать им свой образовательный контент они будут смотреть там ролики о детских железных дорогах могут получать какие-то знания о профессии первоначальные знания участвовать в различных конкурсах активности они будут проходить викторины онлайн интересные и вот в общем вся цифровизация заключается в том чтобы создать такой цифровой продукт в виде двойника детской дороги любой человек находясь любой точке планеты может прийти походить по нашим кабинетом с помощью экскурсии 360 благодаря современной платформе обучения зайти получить какие-то знания навыки по определенным профессиям железнодорожным и может даже заявку подать может даже реализовать вместе с нами проект это была идея и конечно мы хотели сначала это сделать на базе детской железной дороги в городе чита но со временем проект вырос сейчас на всю россию и сейчас мы совместно с департаментом управления персоналом совместно с трудниками департамента с другими коллегами других детских дорог мы участвуем во всероссийском таком проекте разрабатывается платформа которая сейчас пополняется видеоконтентом чем особенность что на данной платформе может еще не только ребенок зарегистрироваться но и взрослый там есть специальный курс для педагогов как развить свои навыки педагогические мягкие компетенции как вести себя в цифровом пространстве как создавать такие видеоролики которые мы предложим на этом канале у вас такой уже достаточно объемный педагогический путь вы уже работали в школе и других образовательных учреждениях а теперь вот на железной дороге а что для вас лично значит железная дорога когда я только пришел дополнительное образование на детскую железную дорогу у меня было четкое понимание что с детьми должны работать только педагоги которые вот обучились педагогическом университете да и вот обладают навыками и обладает дипломом так скажем но поработав вот несколько лет уже на детской дороге я понимаю что это не так что на самом деле с детьми вот именно на детских дорогах и кванториумах должен работать профессионал должен работать наставник что это значит наставник обладает достаточным опытом ребенка это привлекает лишь он может донести все тонкости профессии ну а наша задача вот сейчас меня как руководителя на детской дороге моя задача им объяснить как эти знания более комфортно передавать детям на детской дороге я считаю должны работать железнодорожники которые обладают талантом передавать свои знания у вас очень много всяких проектов и всегда находитесь в движении и в том числе потому что вы работаете с детьми а дети это взаимный двигатель прогресса для людей неважно родитель ты педагог ты расскажите пожалуйста как вы проводите свободное время как вы отдыхаете переключаетесь чтобы найти вдохновение пополнить свои личные ресурсы все мои хобби на все мои увлечения во вне рабочее время они так или иначе связаны с каким-то развитием самого себя я вот играю на гитаре обязательно там учу раз в какой-то период песню какую-то новую на то есть также учусь быстро печатать на клавиатуре то есть есть такие специальные тренажеры слепой метод печати изучаю а также мы с друзьями и с коллегами любим выходить и совместно посещать квиды то есть мы интеллектуальные игры очень люблю и люблю настольные игры наверное и все это на самом деле пригождается в моей деятельности педагогической и между прочим помогло в конкурсе да теперь 2023 год указом президента объявлен годом педагога и наставника поэтому я желаю вам новых побед новых идей чтобы все ваши направления реализовались спасибо вам большое